Мы этот момент прочитали. Мукта-санга — сама чара. То есть это очень высокий уровень. То есть когда мы можем попасть, ну, а чара, то есть следовать сам, сам я, полностью следовать мукта-санге. То есть быть полностью в этой, ну, в санге с этими людьми, такого калибра очень высокого, чистых преданных. То есть как, мы прочитали, как это возможно. То есть независимо мы, ну, можем жить здесь, да, как бы, Анталия. Это место, ну, как, есть разные, у преданных есть разное мнение, да, по поводу таких мест. Они считают, например, что если преданные сюда едут, значит, они хотят побыть в иллюзии, ну, или они уже в иллюзии, вот. И они хотят забыть о Кришне, вот. Но на самом деле Кришна здесь говорит, что где бы мы ни жили, в каком бы мы месте ни жили, локо ям кармабанданов, то есть хоть ты живешь в Саратове, в Новом Уренгое, в Харькове, в Кишиневе, ты станешь, или даже во Врендаване, ты станешь заложником этого мира. Если ты не делаешь подношение Кришне своей деятельностью, если ты не предлагаешь, конечно, свою деятельность и свою жизнь, но если ты предлагаешь, ты живешь в Анталии, ты живешь в Дубае, там, да, каких-то еще местах райских, и ты сможешь достичь мукта-санга-самачара, ты сможешь стать частью такого общества. Кришна тебя приведет в это общество. Он даст тебе возможность какого-то общения. Это очень важно. И поэтому, ну, можно так сказать, две половины нашей лекции, они заключаются в том, что первое мы обсуждали, как бы, этику мышления Вайшнава, Шлопрабхады, да, его учеников. То есть они хотят пробуждать живое существо, дать им сознание Кришны. Если ты находишься в этом состоянии, здесь, в этой Прабхупаде Ламрите, Сатсурупаде Гасвами, он постоянно приводит, это, как бы, внутреннее состояние Прабхупада, его мышление. Он постоянно говорил одну и ту же фразу, вот, в период, когда ему нужно было принять саньясу, и он встречался с разными людьми, и он, ну, как было, проходило его созревание, так вы знаете, к этому этапу, и он наблюдал за кастовыми саньяси, вот этими Гасвами семейными, или теми, которые просто пытаются собирать пожертвования, и он постоянно говорил одну и ту же фразу. Он говорит, для чего мы принимаем саньясу? Только для того, чтобы проповедовать. Других причин нет, для уединенной там медитации, там, жить в этом месте, еще что-то. Только одна цель, вот. И видите, ну, как его, вот это, и там он говорит, еще один важный момент, он говорит этому человеку, который ему не мог программы эти организовать, он был грехасхой, ну, Брама нам таким потомственным, он сказал, что, ты знаешь, тебе главное просто понять, что если ты будешь сейчас выполнять много работы, ты будешь посвящать ее Кришне, то держи перед собой вот эту цель, он ему этот тоже, этот стих, как бы сказал, ягья артхат, пусть твоей целью будет ягья, пусть твоей целью будет жертвоприношение. В конце концов, ты очистишься от того, что ты потеряешь привязанность к деятельности и к плодам деятельности. У тебя пробудется желание работать на ши-чайтане, то есть не на дядю Кали работать, на свои чувства, там, на еще что-то, финансовую систему. У тебя появится желание работать на ши-чайтане и понимание, как это делать, и понимание, как делая это, поддерживать себя. То есть это, ну, тебя примет на работу ши-чайтане Махапрабху, понимаете? Об этом он проповедовал этим греховским индусам. То есть он видел, что все покрыто такой плотной иллюзией. Шумати Радхика все время закрывает глаза, когда видит индусов на море, которые материалисты. Он говорит, я не могу поверить, индус-материалист. Он родился в Индии, читание Махапрабху сказало, что все индусы должны распространять создание Кришны. Шумати Радхика боится этого явления. Индус-материалист, он говорит, что это несовместимо. Вот Шилапрабхупада тоже, видите, так видел, он сильно за это переживал. И, знаете, я вот в завершении, может, еще там кто-то с реализациями поделимся, или вопросы. В завершении вам хочу одну прочитать, такое удивительное тоже послание, небольшое такое эссе Бактисиданта Сарасватик, на которое медитировал Шилапрабхупада, когда он эту миссию проповеди принял. Ну, то есть у нас сегодня такое прославление Шилапрабхупада, его принятие саньяса, ну, и наша медитация, как мы можем ему помочь в этом плане. Ну, и, в принципе, уже сейчас мы помогаем, сидя здесь, воспевая. Вот. Но есть, ну, вот это именно послание, которое произнес Бактисиданта Сарасвати на заседании, на Вадвипа Дхамма про Чарине Сабхи в 33-м году, 11-го марта. И он, и это причем было в 10 вечера, 22 часа, представьте, это одно такое послание, да, уже все спят в это время, они говорили о проповеди. И он произнес эту вещь. Она очень, ну, очень мощная. Некоторые преданные, они знают ее наизусть просто. Я тоже ее практически знаю, наизусть ее цитируют, преданные очень сильно и медитируют глубоко на нее. Однажды на Вина Нира, да пробуй, это сильный санкертанщик, у которого тоже несколько флейт золотых. Он раньше был учеником Харикеши с вами, сейчас он мой духовный брат, Радганадхи с вами, махараджи ученик. Он чисто золотых, да? А? Чисто золотых, да, да, да. Он швед из Швеции. В Швеции раньше там BBT было, такое мощное здание эти были, и он очень много книг распространял. Я с ним выходил распространять в Харькове, он не знает языка вообще. Он знает английский, но не русского, не украинского. Мы с ним встали, и он за полчаса распространил, нет, за 40 минут он распространил 20 книг, но за 2 часа он распространил 40 книг, за 2 часа. Не знаю языка, представляете? 40 книг за 2 часа. Это в Харькове. В Харькове вообще, если там махабхагаваты распространяют, ну, махарадхи, кто серьезно распространяет, распространяют там по 5, там 10, если то ему там уже гирлянды и стопы будут там ивать, скупают нектаря. А он 40 книг так легко, без знания языка, просто что-то там улыбается там. Он говорит, у меня желание дать Кришну людям, поэтому мне не надо ничего, как бы ничего говорить. И он был как-то в одной яд, не буду говорить, в городе Энн. И там, ну, приезжал просто, он приехал и приезжал Прабхавишна с вами. И он лекцию давал, и там съехали с региона, очень много преданных, и там были, ну, так вот в шафране, ну, я не знаю, ну, это просто было, как будто все оранжевое. Ну, было очень много брамачари, старших преданных, и ванапрасхи. Вот. Вы уже уходите, да? Вернется, да? Да. А то у нас есть еще угощение. Нет, 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 я просто хочу уходить. Я не хочу уходить. Я хочу уходить. И он, ну, было, то есть такие возвышенные, бомон, знаете. И он сидел вот так вот, и это было было через несколько дней после ухода Аиндры Прабу из этого мира. Аиндра Прабу, он же перед уходом говорил, что нужно совершить, сделать революцию Сангиртана, переворот. Ну, это шашлопа подавля. И он говорит, что нужно посвятить себя, нужно оставить Харе Кришна фобию и вернуть Харе Кришна на улице этих городов, как это просил, делали во время нашего праббада. И он на этом, на этой волне, как бы на Винонера до Прабу, он говорит, что преданное, преданное обратился, говорит, я вот хочу вам открыть сердце, это моя жизнь, революция Сангиртана, я хочу, чтобы это произошло в этом мире. И я за это молюсь, я об этом плачу, как бы я всю жизнь этому посвящаю. И он говорит, что могли бы вы поднять руку сейчас здесь, кто также готов сделать революцию Сангиртана, посвятить свою жизнь. Там было очень много отреченных, преданных и Сангиртанщиков. И он это сказал, и все сидели, и никто не поднял руку. И он говорит, пожалуйста, кто-нибудь, и никто не поднял. Я сидел, но думаю, старшие не поднимают, как я могу по этикету поднять. И он говорит, потом, как-то у него было такое разочарование на лице, и он говорит, видите, новороссийский, в общем, это юг России, он говорит, здесь у вас море, много фруктов, загорелые женщины, и вы все думаете о женщинах, все думаете о том, как хорошо покушать, искупаться в море. И он говорит, вы все здесь очень сильно обусловились и деградированы. Представляете, он говорит так вот, прям на лекции. И он говорит, мне очень жаль, мое сердце, оно разрывается, ну, как бы, от боли. И он поклонился и вышел. Закончилась встреча. Я так, где обувь, извините? Новороссийский. И потом, я ночью лежал, там такая гостевая, ну, там есть ашрам, и оно, ну, храм на горе, там, где ашрам, там вход, как бы, с под горы вот так. А гостевая, она в горе внутри, оказывается, в темноте. И, ну, там, то есть, можно только свет включать, там окон нет, она внутри, как бы, в горе. Вот. И я лежу, ну, мы с подоядрой туда приехали, была группа, я лежу такой в спальне. Я не могу заснуть, потому что я в шоке от того, я не в шоке от того, что никто не поднял руку, я в шоке от того, какой это человек, ну, серьезный настрой имеет. И я увидел такого человека, который, ну, знаете, там Андрадюмна с вами, он тоже, как бы, на Сухарева сказал, преданное, кто, это еще, когда Сухарево, в Москве раньше, не знаю, какой-то, 90-е, да, 93-95-й год. Он сказал преданное, вот я, он говорит, я ехал, ехал в Новосибирск, по-моему, я ехал в вагон, там было разбито стекло, снег задувал, я, как бы, шапку одел, я думаю, все равно я туда попаду и буду там воспевать, но распространять сознание Кришны. Он говорит, кто мне, ну, поможет? И не так, Аруна Прабусан Киртанчик, оттуда, из России, он говорит, я сидел, и я подумал, я не буду поднимать руку, я подниму ее внутри, лучше я посвящу свою жизнь. Это его духовный учитель, вроде бы, мы с вами. И он с того момента, ну, так вот, у него там спина больная, сердце, мы вашими там на пластунке в Сочи, когда останавливались, он утром встает, все еще спят, молодежь, а ему, ну, он уже в возрасте, он встает, и он так всю жизнь распространяет книги, каждый день, он встает и вымывает весь ашрам, там, два этажа, лестницу, пока все спят, и у него ночью сердце начало останавливаться, приступ был, и он говорит, я лежу, я могу закричать, ну, чтобы преданные мне помогли, но это преданные Санкиртаны, не хочу их будить, я слуга преданной Санкиртаны, я думаю, буду молиться Кришне, но если заберет он меня, уже это, то оставлю тело, говорит, я не буду, и он мне, ну, он мне говорит, я говорю, что вы меня не разбудили, не Тайкаруну пробу, он говорит, Саша, ну, тебе надо отдыхать, вы много проповедуете, вы знаете, вообще такой, ну, в трансе полностью, и он вот так вот идет, идет, знаете, это, ну, колонна, колонна преданных, ну, где-то, допустим, там, 65 человек, Харинама, идет, и он так вот идет спереди, ну, приезжает, и Харинама уже идет, 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 заходит вот так в толпу, подходит и обнимает тебя, потом выходит и пошел дальше, поняли, ну, полностью на таком этом, он вот так в Адлере, я шарики раздаю, это нереально слой в Сочи, это вообще, как бы, из всей России, сложнее всего дать человеку просад, то есть они говорят, что там наркотики, они такие, ну, как на мнении, знаете, я не голоден, это у них махта такая, там, арунная такая, как будто я их собираюсь там кормить, знаете, просто угощение, нереально вообще, я раз, даю, даю просаду, вообще никто не берет, и так арунная посмотрит на меня, что у меня не получается, он мне говорит, ты вообще, ну, как бы, ты неправильно все делаешь, неправильно все делаешь, надо хотеть дать человеку Кришну, надо хотеть дать человеку Кришну, он говорит, смотри, ну, представьте, там Адлер, ну, там на аэропорт, как бы, да, такое движение, дорога такая мощная, он вот так подходит к дороге, и несется девушка на джипе, потом уже стало понятно, что это девушка, просто несется джип вот так, издалека огромный, такой белый, белоснежный. Он к дороге подходит, и вот так вот книгой, вот так раз, ну как махнул, как волшебной палочкой. Она на всех этих, она начинает до перекрестка тормозить, вот так его проезжает на резине, знаете, она дымящаяся, опускает окно, а он вот так вот засовывает книгу туда внутрь и говорит ей, вы не поняли, я Кришнаи. Она берет, дает ему тысячу рублей, закрывает окно, он поехал, он говорит, видишь, как я ее мог остановить? Ну она вообще едет в машине на скорости, по трассе, еще через перекресток, он говорит, просто я хочу дать Кришну. И он говорит, теперь просто, типа берет у меня просто шарики. И вот так, вам, вам, люди останавливаются, просто и берут, короче, вам, 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 ни один не отказался, представляете? Он говорит, это идет изнутри, это идет изнутри, вот. И, ну, это такой, знаете, опыт получал, таких преданных, которые хотят пробудить сознание Кришны в других людях. И когда я там лежал, в этом ашаме, я лежу такой, не могу заснуть, потому что я встретил такого преданного, настолько серьезного, вот, наверное, Нира, да, знаете. И у меня кто-то, ну, я в спальнике лежу, голова только торчит, и у меня кто-то за ногу так в спальнике дергает, а темно вообще, ну, то есть она, как бы, ашам внутри хоры, там нету света. И я такой, типа, кто там, а там преданный, с которым я в палатке обычно жил, ему наджива, она такой возвышенный преданный, в Одессе сейчас он промочарит, он такой говорит, это я, такой подползает на меня, говорит, ну, что, ты, как бы, в шоке был, наверное, ну, вот такая ситуация, типа, так преданный там, задал так жар, я говорю, тогда я в шоке, он говорит, а что ты думал в этот момент? Ну, такая, знаете, сокровенная беседа, обычно в ашаме там все мимо там проходят, и Максим, это каким мылом ты моешься, а тут именно, что, я думаю, сердце открывают, и он говорит мне, а что ты думал? Я говорю, ну, я говорю, не могу, но я хотел поднять руку, я бы хотел, я просто говорю, ты слышишь этот приказ, я все хочу себе отдать полностью, ну, что, есть тело, можно, почему бы и нет, потому что мое тело, хочу и посвящаю, да, все равно целую вечность живем, одну жизнь можно отдать, не получится, чем другим теннисом займемся в следующий день, вот, и я говорю, да, я, ну, как бы, просто по этикету я не мог, он говорит, я тоже, я так хотел, я внутри просто Кришне молился, чтобы он принял, как будто я поднял эту руку, знаете, ну, такой, такой искренне преданный, вот, и потом, после этого я, ну, вообще, вот, ну, как-то, знаете, поменялось восприятие, и люди, они тоже их восприятие меняются, то есть, когда ты участвуешь, вот у нас даже война, да, сейчас в Украине, и ты выходишь, и ты просто хочешь пробуждать живо-существа, они идут, они вначале могут там хотеть сказать тебе, чему на украинскую, там, типа, ты, и почему, типа, вы веселитесь, если война, у меня кто-то умирает, но они раз, ну, идет духовная энергия, ничего не может сделать, ну, то есть, они обезоружены, потому что это идет изнутри, ты хочешь дать им сознание Кришны. Темно, да, и фонарик такой, белый свет, он что? Он, естественно, зажигает все везде. И давайте я вот этот, ну, в завершении, вот это вот, это тоже, ну, вы видите, это настроение, так же, и Бхакти-Сиданта сразу, который Парупада подхватил, он говорит, великий, тут просто каждое предложение это шлока, великий моралист Чанаке-Пандит говорил, мы можем с достоинством держать себя на людях только до тех пор, покуда молчим. Стоит чего-то сказать, все увидят, какой ты глупый. Сидеть молчком, глупость в глаза не бросится. Другими словами, если спрятаться от людей в пустыне и делать вид, что возносишь служение Богу, то тебе никто и слова худого не скажет, наоборот, хвалить люди будут. Но если попробуешь совершать Киртан, хоть немножко, то это многим не понравится. Придется сделаться объектом возражений и нападок. А нам выпало, представьте, да, придется сделать объектом возражений и нападок, а нам выпало совершать Хари Киртану вечно. Только за Киртану мы никакой ответственности не несем. Когда мы говорим, что из гордости, когда мы говорим что-то из гордости, терзаемой тремя гунами, то и нам, и другим становится плохо. И ответственность тяжелым грузом ложится на наши плечи. Но когда мы как слуги повторяем слова Бога Вана, исполняя волю его возлюбленного слуги, то никакой ответственности на нас уже не лежит. Хорошо от этого кому-то или плохо, никакой личной ответственности мы уже не несем. Почтальон или посыльный, который приносит письмо адресату или разносит письма по домам, за содержание писем никакой ответственности не несет. Какая великая надежда! Нам ничего не надо говорить от себя. Мы будем только повторять слова Бога Вана и его преданных. На их слова никто не может возразить. Мы несем послания тех, кому не смогут противостоять никакие идеи этого мира. Поэтому в наших сердцах достаточно силы. Ну то есть потому что мы хотим добро принести. Добро. Как это Аиндра говорит? Делать добро. Как он говорит в английском? Ну произносить. Ну как он обычно говорит? Делать добро. Ну там просто обычно переводят уже там или благо там принести. А вот именно на английском он все время. И он, и принц. Вот Вашеши и Капрабу. Ну и в принципе вот этой линии все наши духовные читаем. Обычно говорят Апробу и говорят делать добро. То есть не просто, как знаете, философию заливать. Человек должен почувствовать счастье, почувствовать добро. Ты сделал его добро. И вот он говорит, да, что мы будем просто стараться шраваной киртаной оказаться подле этого. Дядя, здрасте. Да. Садитесь. Вы так интересно сидите. Можно узнать? Конечно. Что это делаете? Садитесь слушать. Харе Кришна воспеваем. Харе Кришна. Мы будем просто повторять слова духовного учителя. Не может быть и речи, что нам от этого станет хуже. Напротив, мы получили бесчисленное заверение, мы обрели надежду. В возражениях не останется никакой нужды, если в мире будет провозглашена единственная абсолютно истина. Многие думают, что в одной только Индии так много разговоров об Анугате, служении покорности. Поэтому только в Индии они могут вызвать сколь-нибудь положительный отклик. За пределами Индии интереса к такой проповеди нет и не будет. Он говорит, что многие так думают. Но слово об Атматхарме, о вечном призвании души обращено не только к Индии, не только к прошлому. Послание Атматхармы обращено к каждой стране, к каждому времени, к прошлому, к настоящему будущему. Повсюду есть искренние люди. Как мы пели, да, и ребята раз-раз-раз подходят, языка вообще не знают. Ну и мы мало чего знаем. У нас чистая юга, какая она есть. Как она есть. Присаживайтесь. Да меня там друзья ждут, если честно. Мы сейчас будем воспевать еще, сейчас дочитаем, будем воспевать. Ходите, прогуляйтесь, подходите, будем воспевать, а потом угощение. Да, мы просто сама не приехали. Давайте, через 5-10 минут приходите и угощение. Ну все, мы сейчас как раз туда пройдемся, мы на нападикле и обратно. Вы видите, что там делать нечего, я сюда прийду. Видите, даже собаки пришли, они сказали, что мы уже там все видели. Так что это, не заставляйте себя ждать и возвращайтесь. Вам всего доброго. Спасибо вам. Как вас зовут? Как вас зовут? Дениза. О, вот это да, море, да? Нет, вообще имя французская мама давала. А, французская? Я здесь плилась как море. Классно, Дениза. Супер, красивая. Надеюсь, что до встречи. Да, да. Да, класс. Всего вам доброго и благства. Спасибо. Видите, не только в одной Индии, да? Да. От Мадхармы. Повсюду есть искренние люди, повсюду есть те, кто хотят слушать правду. Уже заканчивается. Искренние были, есть и будут всегда. Если мы ни на что не годимся и, трясясь над своей непригодностью, 20 раз умерли со страху, прежде чем умереть на самом деле, то Харикиртаны у нас не вышло. Ну, то есть прежде чем проповедовать, 20 раз умерли со страху, прежде чем Харикиртану произнести. Сейчас нам, может быть, некуда вместить всего, но, обретя достойное вместилище, то, что мы приняли в себя, разрастется и засияет. Как вспыхивает и разрастается огонек, если перенести его из маленькой лампы в огромный, прекрасный светильник. Так и мы, малоумные, малограмотные сейчас, потом станем способны вместить бесчисленные дары. Став почтальонами услышанных слов, видите, услышанных слов надо услышать, и потом стать почтальоном, мы вместо того, чтобы пасть жертвами самонадеянности, сможем еще больше услышать и получить еще больше блага. Очень часто можно видеть, что на другом языке некоторые темы становятся настолько ясными, настолько понятными, что сердце радуется. Он говорил, у него есть такая статья, Лен-Вуа, на французском. Это означает «распустившийся бутон». Она посвящена его ученикам, которые на корабле собирались в Лондон плыть. И он говорит, что наш цветок уже настолько пахнет, что его аромат нужно перенести дальше, подобно тому, как Хануман прыгнул через океан. Лен-Вуа, распустившийся бутон, который благовхает. Представляете, он говорит, что на санскрите, как бы на индийском, на английском нет такого слова, а на французском есть. И это самый точный термин. И он мог иногда в одном предложении использовать пять языков, в одном предложении. А иногда у него, есть у него слова такие, в этом журнале «За хармонист». Одно слово состоит из 16 слов разных языков, представляете? И оно как бы типа выражает. Он говорит, я не могу выразить вот это, я чувствую. Ну, уже столько измерений, Баксисанта Сараслати, знаете, такой чистый преданный. Он говорит, я не могу выразить, ни одного языка не хватает. Он подключал там все эти мощности, а знаете. И вот он говорит, что очень часто можно видеть, что на другом языке некоторые темы становятся настолько ясными, настолько понятными, что сердце радуется. В разных языках есть настолько выразительные слова и обороты, что становится легко и самому понять, и другим объяснить. Так что полагать, будто истину невозможно передать на других языках, по сути означает отрицать истину, проявляя в распространении ее крайнюю узость и скупость. Мы будем наслаждаться плодами и нечего раздавать их другим. От этой жадности наши собственные склады будут становиться все уже и уже, и поместиться в них не так уж и много плодов. «Жертвователи не сильно помогают скупцам. Больше всех богатые жертвователи помогают тем, кто много помогает другим». Ну, как сейчас, пища жизни, да-да. «Если мы сидим и не пытаемся распространить истину вокруг, если думаем, что люди, достигшие материального прогресса, настолько погрузились в совершенно другие проблемы, что им дело не будет до проповеди от Мадхармы, если полагаем, что на Западе вечное послание Востока не найдет себе сбыта, если с такими мыслями мы сидим, предаваясь унынию, то не наступит и дня такого, когда мы сможем говорить об истине во всеуслышании». То есть, щедрость Брамана, а не Крипана. «Жаждущих истины надо искать по всему миру, даже в Анталии и в Кемере, и в Кепезе. Душ, у которых есть жажда к истине, надо подобрать отовсюду, где бы они ни находились». То есть, преданные выходят подбирать тех, кто уже готов. «С торговой сумой полной истины мы должны...» Довольны, беспреданны. Мукта Сангархамачара. «С торговой сумой полной истины мы должны обойти каждый уголок земного шара. Кто знает, когда и кому придет удача, кто и когда обратит свое лицо к правде». Поэтому, воспевая Киртану, проповедник должен обходить эту землю снова и снова, писать по-другому. Тогда-то мы увидим, тогда-то мы поймем, что повсюду можно найти таких искателей истины. Говорить Хари Киртану, которым значит искать благо для себя и для них. Удивительно, да? Такое... Вот такое вот удивительное послание, щедрое, щедрое. И он говорит, представьте, это настолько... Ну, это настоящий Джагадгуру. То есть, не просто там ты ехал через океан, там принял пару учеников, там из Австралии уже Джагадгуру. Он говорит, я выпускаю каждый день газету «Надия Пракаш», выпускаю на Бенгале «Гаудиа», не «Гаудиа», просто «Гаудиа», да? Я на английском уже как загадываю. И на английском «The Harmonist». И сейчас, ну, то есть у меня, говорит, он есть на хинде, на санскрите, на английском, на Бенгале журналы. Но скоро, он говорит, наш уровень вырастет, и мы сможем издавать книги и журналы на языках растений и животных. Представляете? Растений и животных. То есть это, ну, полностью сумасшедшая как бы личность, понимаете? Он хочет всем приносить блага, всем, ну, всех пробуждать. И он говорил часто, не нужно ограничиваться только лекцией, нужно воспевать как можно больше, потому что живые существа другие не понимают вашего языка, а язык святого имени они понимают. Вот эти пальмы, тут муравьи, собаки, да, трава, вот. То есть это благо всем приносит. И если просто есть этот настрой в сердце, то это имеет огромную силу, как бы воспевать, понимаете? Ну, вот об этом хотелось передать, как вам послание. Может, это есть какое-то дополнение у кого-то, где вопрос? Вас нужно слушать вечно. Простите, я много вопросов уже говорю. Нет, наоборот. Это вообще-то классно. У нас просто такое общество, оно как-то льется, да, в Голевый штаб. Я хочу, чтобы вы еще порассказывали, можно повторить, про просад, как этот наклонял, много они слышали, как бабуля просад в рот вкинула. Пожалуйста, расскажите еще, я вообще просто прокайфовал. Ну, завершение 5-минутника, вот, на своем, да, небольшой? Почему 5 минут? Не, ну, просто шо, может, надо уже ж темнеет. Я думаю, мы потом под лампой, может, сядем, тут лампы же будут зажигать. Я требую, продолжение будет. Это на серьезно, да, устроено? Да, на, начи. Ну, 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 вот, за просадом. Ну, это просто мы за просадом обсуждали там разные истории. Ну, как-то оно так, была такая атмосфера, и с Харином разные истории рассказывал. И как-то несколько было историй о просаде. И была история про, ну, это такой, как бы, там регион, вот, где сейчас бои идут на Донбассе, там, Северодонецк. Вот, мы там воспевали. Ну, вообще, сейчас вот на Украине, на Украине, там, по-разному говорят, где-то 15 лет уже, вот так вот весь год, круглый год, по всем городам, где-то 50-60 ядр мы оближаем с супругой. Ну, у нас есть и группа, вот, Алексей пробует, наша группа 108 Харина. И мы наблюдаем, как этот, собственно, золотой век, он наступает. То есть мы видим, как, просто, если ты постоянно это делаешь, ты проникаешь в общество, ты видишь, как общество меняется. Ну, и многие старшие преды, они говорят, там, везут в машине, допустим, там, встретили с вокзала, там, с поезда, они говорят, такой тамос, наверное, кальюга, наверное, не будет золотого века. Я говорю, просто, ну, надо поближе к людям, вот, и вы будете видеть, как это все меняется, как это удивительно, ну, все происходит. И я, получается, вот, когда я присоединился, движение Сан-Киртана в Украине было на таком уровне, что я через пять лет практики первый раз услышал такое словосочетание Харинама с Сан-Киртана, через пять лет практики. Ну, мы там обсуждали все, что только можно, только не, как бы, не воспеванию, знаете. И вот потом, ну, в России более серьезно, это, ну, как бы, движение Сан-Киртана развит. У нас больше такая, знаете, пхава, типа, семейные отношения, там, туда-сюда, погружения. Вот. И мы начали просто с преданными, мы съездили в Россию, нападают, вдохновились, и мы начали ампенсивно, как бы, города прижать Харинамы, такие под вас, 50 человек группами воспевать. И масса историй. И вот эти истории, ну, вот, которые я рассказывал про просад, это именно истории такие из категории, ну, того, как, ну, как взросление людей. То есть сейчас вот даже таких, ну, таких вот жестких ситуаций редко можно встретить. Ну, разве там Запорожье-то такие еще города, ну, тяжелого такого, знаете, порядка, где тяжелая такая промышленность, может, еще там, ну, есть где, в общем, города тяжеленькие. Вот. А это вот, ну, было в Северодонецке. То есть человек шел с другом. Это было, ну, в порядке вещей, драки, как бы, на Харинамах. Всегда так нормально было. И шел человек, и, ну, он такой огромный был, просто огромный, и со своим другом. И шел, и мы идем в Харинамы. Это была такая полузима, что-то такое, или начало зимы, или февраль, или, ну, все в куртках, в зиму все. И мы танцуем, и этот человек, он начинает, ну, пьяный, с кулаками, так начинает на преданных бежать. Ну, Матаджи обучены, мы там, у нас есть школа Харинама Санкирта, мы все знаем, как работать с людьми, всяких разных экстренных ситуаций. У нас и Матаджи проповедники, и пробуды все как-то заряжены. Ну, и они так просто его обтанцевали, и вся так группа оп-так, и дальше пошли. И он, ну, просто мимо, вот так, ааа, кричал, пробежал. И он смотрит, а преданные уже сзади, и пошли. Он разгоняется обратно и бежит, и преданный в конце там шел на мидан играл. Ну, такой крепкий там, что-то, что-то считает. Но он размером раза в два мяча по объему, чем тот человек. И он его так, ну, преданный руками остановил. Руки тот начал так напирать, он его держит. И тот борется. Друг, тот его друг в шоке такой смотрит. И тот борется, напирает. Ну, и было ощущение, что он его сейчас в какой-то момент сломает, этого преданного, так пополам. И он так напирает, напирает на него. И Матаджи совета, такая, ну, старшая преданная, уже бабушка такая, лет под 80, она лечением занимается. И у нее всегда такая абсолютная вера в то, что нужно распространять просаду. И она берет, ну, она так смотрит, и он давит на этого преданного. И сейчас он его это, ну, и кричит, у него рот открытый. И она так прикинула высоту, взяла три печенья, такое, знаете, это, сэндвич. И она их вот так вот, в столбик ему, в рот, ну, я думал, там и зубы у него, так, знаете, повылета, что-то, а раз ему загнало. И он такой, оп, такой прикусил, замер. И у него слезы просто брызнули, понимаете, слезы так брызнули. И он такой начинает жевать и плачет, плачет, такой согнулся. Потом руки опускает. И он такой, что я наделал такой, представляете? Ну, то есть вообще, как бы сразу раскаяни, моментально. То есть такая сила именно. И потом он, типа, что-то раз, там, они ему книгу, там, я вас буду защищать, я с вами пойду. И, ну, это зависит также очень сильно от звука, который исходит от преданных. Конечно. Мы разные эксперименты, ну, постоянно, как бы, проповедуем. Это наша стезя. И мы, знаете, там даже у нас есть такие соревнования, какой радиус мы можем людей охватить. То есть мы можем, например, петь Харинаму, идти там, допустим, шестером, семером, а люди могут быть там за 300 метров на 11 этаже. И можно так петь, что люди, они выбегают на балкон, хотя звук даже не громкий, ну, просто звук их, и они располагаются вот в Кривом Рагу, да. Когда люди хотят книгу, женщина не ходит, она живет на пятом этаже, она хочет книгу получить. И она берет, пока мы стоим, остановка, поем, она связывает несколько простыней, кузлы, кидает их вниз, преданный привязывает книгу, прищепка она там, и она поднимает, и кидает деньги прищепка. Понимаете? Вот. Вот так преданное распространяют, там, закидывают на третий, на второй этаж. Просто такой идет, ну, именно звук такой, знаете, вот если есть готро, преданный, ну, дух семьи, и он так располагает, что люди, они тоже хотят быть готро. И они сразу оп, слышат, или там, допустим, вот идет человек, вообще не расположен, преданные говорят, ну, сейчас за 20 метров мы его сделаем, но звук такой идет, и этот мужик оп, такой, и преданные его за руку, ну, и начинают кружить. И, ну, то есть, любого человека, можно, у нас было там Матаджи, групповалок, где она сейчас, где она живет, в Лондоне, да? Она вообще, у нее такой именно стиль, ее именно, как знаете, специфика, это вовлекать людей, которые не расположены. То есть, это вести. Она считает, что, если она вот так вот подбегает к Матаджи, она ее под руку вот так вот хватает и делает оборот, она вот, у нее такая ставка, что за угол 90 градусов оборот, это человек поменяет свое сознание, поняли? И так и происходит обычно. Вот, то есть, она берет, вот так просто хватает, и эта женщина, или на 180 градусов, разворачивается, и она уже в экстазе, бросает сумку и начинает танцевать, хотя она вообще идет, ну, более чем не расположена, это не ноль, а с минусом. Вот, и спреданные они изнутри, и, ну, группа, она как бы проводит время, там, читаем вместе, там, служение, и ты как постоянно прокаляешься, и эта группа едет 3-4 месяца, поняли? Каждый день, коренам, или по 2 в день, программы в ядрах, и они настолько прокаляются, преданные этим, что люди, вот мы просто даже в шортах в Херсоне, сейчас там война, но когда не было, в Херсоне, идем просто в шортах, нет, тилаки, ну, как на, там, пошли покупаться до Харинамы, мы идем, люди идут навстречу, они не видят еще шики, еще чего-то, они сразу, Харе Кришна, ну, то есть, это преданные говорят, ого, у людей возникают, ну, потому что преданные, они, вот это, мукта-санга-самачара, они провариваются, провариваются, поняли, в этой теме, воспевание, и они уже становятся, ну, такими, то есть, и преданные распространяют, распространяют, как один говорит, блин, я когда распространяю просто в городе, выхожу в Харькове, да, я могу, у меня есть какой-то запас, я могу вдохновить человека, но когда я распространяю с подоядрой, такое ощущение, как это, на троллейбусе динамическая скорость растет, ну, сколько педальку жмешь, и она, как бы, не надо передачу там, знаете, переключать, говорит, газуешь, сколько надо, как бы, это и человека, ну, просто, оп, а еще, если такая атмосфера классная, ну, если это, знаете, выглядит действительно, как фестиваль, там, физической культуры, не просто там покричали, а если красивый матер же, там все, люди, они просто вот, как вот в Сочи тоже классная набережная, в Лазаревской, вот это поворот сари, знаете, они поворачиваются, и там женщина, и такие, у них рот открывается, у матер же может быть сари секонд-хенда, там, за 100 рублей, там, знаете, а у женщины джинсы за 2000 долларов, и она такая, вот так становится, ну, как-то ей не, она как будто голая, она видит матер же в этой сари, и она такая духовная, такая шахта, знаете, такая религия, ну, как, такое послание, и она, культура, вернее, она тоже, и были девочки одни, они говорят, мы, ну, мы любим красиво одеваться, но нам так стыдно при ваших девушках, и они говорят, а мы жили, у нас было перед, перед Сочи, там, без река такая, шелгора, лагерь был, они говорят, можно мы приедем, мы хотим в сари походить просто, приедем к вам в лагерь, а туда надо на электричке ехать, по горам там лезть, чтобы туда это, они приехали к нам, представьте, мы их покормили просадом, они одели сари, и по лесу так ходили, они стеснялись там, ну, вдалеке, а там они такие, о, это так, они говорят, это как, мы говорим, ну, вы как готы тут по лесу, что делать готы, вы как все передайки, сейчас рвать на такой лес, какая прелесть, ну, то есть, это вообще очень большая сила, ну, вот, подоядр такая, даже вот здесь у нас атмосфера классная, это очень сильно притягивает, потому что люди все одиноки, правильно, каждый ходит, у них пустота внутри, если кто-то объединен, и все улыбаются, все вот так смотрят, с восхищением смотрят, то есть, видите, это удивительный, удивительный процесс, этих историй, море, они такие, это как это лило, знаете, они просто как всплывают, в какой-то момент, такая она, уместно, ты ее рассказываешь, потом, да, это удивительно, один раз в Крыму мы приехали, и нам там остановились, человек, он говорит, вы всегда проводите по побережью, в центральном Крыму, никто не проповедует, тут вообще такая там агуна, он говорит, давайте так, я, у меня машина и прицеп, мы садим вас в прицеп, вы, Кордеон, Калонка, Мриданга, и я вас везу по селам, вот так по улицам, все село объезжаем, останавливаемся, вы поете, потом загружаемся дальше, раздали книги про сад, следующее село, и мы так поехали, а ветер дует, это преданный говорит, преданный говорит, ветер дует вообще, мы как маджахеду так замотались, ну, чадарами, только вот как балаклава, знаете, глаза, уши надувал, болели потом уши, он несется, ему колонку, аккордеон, Мриданга, люди выбегают, о, танцуют, он там останавливается, мы раз там, и потом в каком-то селе он нас выбрасывает, и говорит, буду там через 4 часа, ну, типа, пойте, а он на бахче, у него бахча своя, вот такие вот, арбузы, дыни там, поехал там, что-то раздать, приказы своим подчиненным, и ты, вот это, знаете, вот так вот темнеет, а ты вообще, кто его знает где, там не транспорт, ничего не ходит, какие-то села там, мы богом забытые, и ты, ну, как, веришь, что он приедет, как-то преданный, и ты просто поешь, поешь, ну, много часов, как-бы, и преданный, так уже, когда солнце садится, так поглядывает, знаете, у меня там движение, деревья, корень с ним, и потом он едет, и всегда, я помню, такие подвечер, такой фестиваль, люди так собирались, много в селе, хороводы такие огромные, в какой-то момент, я помню, так вы хотели пить, и людей вообще не было, часто поешь, просто козы, куры, гамуси там, никого нету, и это, и я Кришне молюсь, говорю, так хотим пить, просто открывается калитка, выходит женщина, у нее три бутылки, мы там не стояли, мы проходили мимо, у нее три бутылки, такие холодной воды, аж такое, знаете, можно рисовать по бутылке, она выносит, это вам, типа, я говорю, откуда вы знаете, мне бог, ну, как бы сказал вас угостить, да, такие случаи, да, это экстанс, вообще экстанс, а в этом, в Керчи, там вообще было, мы когда приехали, когда Крыму война была, в 14-м, и везде забирали, ФСБ не разрешали, единственное место, например, рассекретили, в Керчи на пляже, там не было полиции, ФСБ, и они говорят, пойте там, но с утра, их нету до 12, мы поехали, думаем, попоем с 8 до 12, и мы пошли по пляжу, просто по пляжу, а люди с утра, бабушки, дедушки, там, кто любит, вы знаете, утреннее такое омовение, и представьте, люди, ну, вообще не реагируют, то есть, ноль на массу, то есть, вообще, то есть, мы как будто неинтересно, даже отворачиваются, но сердце разбито, мы думаем, что делать, начали Кришне молиться, и вот всегда в таких случаях приходят животные на помощь, в некоторых городах приходят собаки, всегда две, черная и белая, от Кришны Баларамы, они начинают бежать рядом с преданными, что-то там над лапой, на заднее становиться, люди вовлекаются, один раз голубь, в Умане голубь, вот так, представьте, подлетел, Умань тоже такое место, где люди игнорируют, Харе Кришна, сознательность, это очень тяжело, там, смело, Умань, центральная Украина, короче, голубь, вот так, представьте, садится, ну, мы идем, он на мосту, так по кругу, представляете, и люди сразу останавливаются, им становится интересно, Харе Кришна, а в Керчи мы идем, вообще люди нет, начинаем Кришне молиться, и представьте, появляется дельфин из воды, а там, ну, такой заход мелкий, и, ну, где-то, наверное, он метров 15 от берега, люди стоят, ему так по шейку, и дельфин такая махина, и он начинает, мы идем вдоль берега, он начинает плыть вдоль берега, и второй появляется, и они вдвоем, вот так, параллельно, мы останавливаемся, делаем остановку, танцуем, они вот так вот на месте, кружатся, люди вообще в шоке, они вот так вот, на них, на нас, ну, они сначала боялись, ну, такая махина, знаете, дельфин, он постоянно, как бы, рядом с людьми, то есть, они обычно где-то появятся, или те в дельфинарии покажут, они, и уже люди показывают, на дельфинов, и на нас, и они, типа, начали говорить нашим санкертанщикам, что это, типа, какое-то театрализованное шоу, ну, типа, у кришнаитов есть свои дельфины, мы послали, мы дальше идем, они дальше вот так вот плывут, и мы шли, наверное, километров тридцать, половина, четыре, вот так шли, и они все это время плыли, представляете, и дошли до конечной точки, они там раз, развернулись, и, ну, и уплыли. И там были такие именно моменты, одна женщина стоит в воде, вот так по грудь, и такая, типа, ну, знаете, хлопает, ну, хорина, мы поем, она хлопает, а сзади вот этот, он поднимается, вот так, дельфин, она, ну, она не видит, она чувствует, она думает, может, человек, она поворачивается, он такой, такой, сплавник, у него глаза просто, знаете, это как в фильме, «Хотила», знаете, сзади, такая штука поднимается, люди вообще в шоке, они говорят, как вы их приручили, как вы их приручили, вообще, удивительно, представляете, с Кришной как помогает, да, да, то есть, когда его делали, и привлекает, да, на тебе животное, чтобы тебе вот, а вот это вообще, хорина, будем знать, ну что, споем чуть-чуть, да? споем, споем. Ну как?